Привет! Сегодня у нас такая тема — аудиоплееры высокого разрешения. Есть целый список, такой путеводитель по программам, устройствам. Будем разбираться. Да, привет! Задача, ну, помочь сориентироваться. Windows, Mac, Linux, мобильные платформы — выбор большой. И особенно, конечно, поговорим про DSD. Постараемся без лишних сложностей. Да уж, выбор огромный. Форматы тоже. Wave, Flag и вот этот DSD. В материалах, кстати, есть и бесплатные плееры. IMP, Fubar 2000. Ну да, Fubar 2000 хороший, но для DSD ему плагин нужен специальный. А вот VLC. Популярный же, но, оказывается, DSD он не поддерживает. Верно. Не его профиль. А на мобилках тоже IMP, Hibio Music, Neutron. Как вообще выбрать? С чего начать-то? Ну, начать, наверное, стоит с того, зачем вообще эти форматы Hi-Res нужны. И DSD в частности. Это же формат с дисков SA-CD изначально. Супер, Audio CD, да. Да. А в файлах это обычно DSF, DFF или вот образы SA-CD ISO. И главный вопрос, как это все правильно слушать? На компьютере или на телефоне? Так. И какие тут варианты? Ну, первое и самый такой желанный, что ли, это Native DSD. Это когда плеер отдает поток DSD напрямую на ЦАП. Ну, на цифровую аналоговую преобразователь. Если ЦАП сам умеет DSD понимать, да? Именно. И вот тут важно, для этого часто нужны особые драйвера. ASIO или WASAPI для Windows. Ну, в эксклюзивном режиме. На Mac обычно через Core Audio это работает. А зачем эти драйверы? Они позволяют обойти системный микшер, чтобы операционка звук не трогала, не меняла его незаметно. Для частоты звука это критично. Ага, то есть бит в бит как есть. Почти. При передаче Native DSD часто используют DOPE. DSD over PCM. DOPE? Это что такое? Это, ну, как бы метод упаковки. Поток DSD заворачивается в формат, похожий на PCM, чтобы его можно было передать через обычные интерфейсы типа USB. А ЦАП потом его обратно разворачивает в чистый DSD. А, понятно. Не конвертация, а именно упаковка. Как в контейнер положили. Точно. Это важно понимать. Хорошо. А если ЦАП не поддерживает DSD? Ну, вот нет у него такой функции. Тогда второй вариант. Плеер сам конвертирует DSD в PCM. Прямо на лету? Да, во время воспроизведения. Но тут качество зависит от того, насколько хороши алгоритмы конвертации в самом плеере. И это, конечно, нагружает процессор. Компьютер или телефон начинает больше работать. Понятно. И вот, кстати, момент интересный. Если устройство не очень мощное, ну, телефон там или старый ноутбук, иногда проще заранее файлы DSD переконвертировать в PCM, офлайн, специальной программой. А, чтобы потом при прослушивании ресурсы экономить. Ну да. И батарейку тоже. Логично. С DSD более-менее понятно. Но вот у многих же огромные коллекции музыки в обычном CD-качестве. 44,1 кГц. И что с ними? Вот тут-то и выходит на сцену AUI Audio Upscaler. И именно для этого он и сделан. Это плагин. Он работает внутри программы AUI Converter Air. И его задача взять файл 44,1 кГц. И при конвертации его в более высокое разрешение, ну, скажем, в 96 кГц или даже в DSD. Попытаться восстановить информацию выше 20 кГц. Восстановить. То есть он как бы додумывает то, чего в файле изначально нет. Как это вообще работает? Это не просто шум какой-то добавляется? Нет, нет, это не шум. Там свой алгоритм называется Alpha U. Он хитрее. Он смотрит на то, что есть в файле, вот в этой полосе до 20 кГц. Он анализирует гармоники, структуру звука. И на основе этого анализа он строит прогноз. А каким мог бы быть спектр выше 20 кГц, если бы он там был изначально? И вот этот спрогнозированный спектр, он и добавляет к исходному звуку при абсэмплинге. То есть это не копия того, что было потеряно, а именно реконструкция. Предсказание? Совершенно верно. Это именно рассчитанный, предсказанный спектр. Важно понимать, это не стопроцентное восстановление оригинала, это невозможно. Разработчики и не ставили такую цель. Они говорят, что стремились не только спектр расширить, но и получить более приятное детальное звучание. По сути, это такой автоматический ремастеринг своего рода. Интересно. И работает он только с 44,101 на входе? Да, строго 44,1 кГц. И, конечно, нужен сам конвертер. AUI-конвертер. И да, процесс конвертации заметно замедляет. Расчеты сложные. Если это видео полезно для вас, пожалуйста, поддержите его лайком. Это поможет и другим любителям высококачественного аудио увидеть его. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы получать больше экспертных обзоров и углубленных руководств по нашим продуктам. А теперь продолжаем. Но все-таки главный вопрос. Зачем? Зачем нам эти частоты выше 20 кГц, которые ухо вроде как не слышат? Какой в этом практически смысл? Это да. Ключевой вопрос всего хайреза. Прям мы их не слышим. Это верно. Но есть теория, что ультразвук, даже неслышимый, взаимодействует со слышимым диапазоном. Как это? Через интермодуляционные искажения. Они возникают в реальной аппаратуре, в усилителе, в колонках, даже в ЦАПе. И вот присутствие этих верхних частот, пусть даже рассчитанных теоретически, может изменить характер звучания в слышимой области. Сделать его, ну, богаче, естественнее, что ли. Теоретически. А на практике? А на практике все очень индивидуально. Зависит от аппаратуры, от записи, ну, и от ушей слушателя, конечно. Кто-то слышит разницу, и ему нравится. Кто-то нет. Очень субъективная штука. Понятно. То есть DSD — это один из вариантов получить настоящее высокое разрешение, если запись так сделана изначально. А вот такие инструменты, как Audio Upscaler — это попытка, ну, как бы подтянуть старые записи к этому уровню, используя довольно умные алгоритмы предсказания. Да, именно так. DSD — это изначальный Hi-Res. Upscaler — это способ попробовать улучшить то, что есть, приблизить к Hi-Res опыту. Подробнее по ссылке в описании. Так, с базовыми методами вроде понятно. Но вот упоминаются плееры, типа G-River, HQ-плеер, Аудервана, Рун. Их как-то выделяют именно для DSD. Что в них такого особенного? Как правило, у них больше настроек, больше возможностей. Например, они могут работать с очень высокими частотами DSD. Там DSD-128, DSD-250, даже DSD-512 и выше. Ого! Плюс, конечно, поддержка режима BitPerfect. Это вот то самое Bit в Bit, да? Да. Когда плеер передает данные на ЦАП вообще без изменений. Вот как они есть в файле. И тут, кстати, забавно. В режиме BitPerfect чисто теоретически разницы в звуке между плеерами быть не должно. Ну, они же просто передают данные. То есть дорогой G-River и бесплатный FUBAR с плагином должны звучать одинаково в этом режиме? Теоретически, да. Разница появляется, когда плеер начинает звук обрабатывать. А что за обработка, кроме конвертации DSD в PCM? Ну, это может быть передискретизация, апсэмплинг, даунсэмплинг, эквалайзер, всякие DSP-эффекты. Даже цифровая регулировка громкости — это тоже обработка. И тут уже качество зависит от плеера? Да, очень сильно. От того, как это реализовано. И это, опять же, может требовать много ресурсов процессора. А еще важны такие штуки, как Geple's Playback. Бесшовное воспроизведение. Угу. Для опер, концертов. Чтобы паузы между треками не было. Да, это важно. Еще там про Memory Playback было. Загрузка в память. Да, загрузка трека в оперативную память. Раньше это было актуальное, сейчас с быстрыми SSD, может, уже не так критично. Но функция бывает. Помятно. А еще в материалах мельком упоминались портативные плееры DAP. A Stellan Kirin, FIO, Sony. Это как бы отдельные железки для звука. Да, это специализированные устройства. Они как раз заточены под Hi-Res, под DSD в том числе. И вот напоследок из FAQ в материалах. Там пишут, что иногда в Hi-Res записях, особенно с очень высокой частотой дискретизации, есть ультразвуковые компоненты. Да, выше нашего порога слышимости. И они, оказывается, на некотором оборудовании могут вызывать слышимые искажения. Из-за интермодуляции, кажется. Такое бывает, да. Нелинейности тракта могут приводить к появлению слышимых артефактов из-за ультразвука. И авторы источника даже советуют в таких случаях пробовать файлы с меньшей частотой или использовать фильтры. Это как-то заставляет задуматься, всегда ли самое высокое разрешение по цифрам означает лучший звук для нашего уха. Но если вернуться к программным плеерам, главный вывод, наверное, такой. Лучший плеер — это очень субъективно. То есть нет одного ответа для всех? Абсолютно. В режиме BitPerfect, как сказали, разницы быть не должно. Если идет обработка, все зависит от плеера и от ушей слушателя. Надо пробовать. Итак, подведем немного итог. Выбор плееров огромный, на любой вкус и систему. Главное — разобраться в форматах, особенно в DSD, и понимать, как он может воспроизводиться. Native, DOP или через конвертацию в PCM. Это поможет выбрать то, что нужно под свое железо, под свой ЦАП. Совершенно верно. Лучший совет слушать самому — пробовать разные варианты на своей системе. BitPerfect — это часто хорошо для частоты звука, да. Но иногда и качественная обработка может быть полезной. Например, подстроить звук под наушники. Все индивидуально. Если это видео оказалось для вас полезным и помогло разобраться в аудиофильских аудиоплеерах и получении максимума от их использования, пожалуйста, поддержите его лайком. Это поможет и другим любителям высококачественной музыки найти эту информацию. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы получать больше экспертных обзоров, углубленных руководств по нашим продуктам и первыми узнавать о новых возможностях. Аминь. Аминь. Аминь.